Создается определенная комфортная рабочая атмосфера для того, чтобы форум достиг своей практической цели. То есть, по-моему, бизнесу адаптироваться в Республике Крым к ее новым правилам, уже к новым реалиям. Мы попытались пригласить сюда всех практически заинтересованных лиц. Здесь присутствуют представители комитета Государственного совета, члены Совета Министров Республики Крым, глава администрации Республики Крым. И вот на самом деле считаем, что по итогам этого форума будет заключено достаточно большое количество соглашений. На ежегодный Ялтинский международный экономический форум приехали более полутора тысяч участников из стран Европы и Азии. Это политики, дипломаты и бизнесмены. Основная задача форума – наладить деловые отношения между странами, узнать, как вести бизнес на территории полуострова, найти инвесторов, а также рассказать о перспективном развитии Крыма. На выставке инвестиционных проектов представлены объекты, предлагаемые не только к реализации, но и уже существующие в Крыму. Генеральным партнером секции строительства как драйвер экономического роста в Российской Федерации стала строительная компания «Монолит». На форуме она представила два инвестиционных проекта – рекреационный комплекс «Золотые пески» в Евпатории, который создан со всеми условиями для семейного отдыха, и масштабный проект комплексной застройки территории в городе Симферополе. «Что важно для города? Эта необходимость всех социальных объектов будет соблюдена. Это детские сады, школы, это достаточно серьезные спортивные сооружения. Мы поддерживаем это. Тем более есть социальная нагрузка, которая дает городу достаточно серьезный процент по жилью для наших нуждающих. Я думаю, что если он будет реализован, а он будет реализован, то это будет украшение для всего Крыма». Свои коррективы и толчок к новым изменениям в компании внесло такое значимое событие, как воссоединение Крыма с Россией. Сегодня строительная компания «Монолит» – это крупный инвестиционно-строительный холдинг, который ведет свою работу на территории полуострова более 11 лет. Серьезной миссией – изменить облик Крыма, сделать его ярким и современным. Компания ежегодно развивается и наращивает объемы строительства. «По сути, все последние три года ежегодно мы разрабатываем план по внедрению изменений, внедряем их во всех функциях этой финансы и производства, маркетинг и продажи, функция управления персоналом. То есть каждая функция развивается очень активно, очень много изменений внедрено, все они качественные, это и процессы, и технологии, используемые материалы». Впереди у компании серьезные планы. Последние три года «Монолит» активно реализует федеральные и социальные программы, внедряет изменения, автоматизирует производство и планирует выходить за границы полуострова. Анна Остякова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Ялта. Анна Остякова